Я помню и снов, этот город залатанный, Разливами светлыми, осенью радужной, И площади с запахом воска и ладана, И пепельно-серое небо над ратушей, И груздь еребины, как пятна кровавые, На мокром снегу под шагами раздавленной, И крики толпы разудалые, бравые, Больной, необузданной, сирой, оставленной. И память своими же острыми гранями Разорвана в клочья, бредет по окраинам На ощупь, на голос молитвы израненной, Где Авель, как маленький, плачет над Каином. Ну, а песня называется «Влада, баловенном солдатике». Жил в ларчике стеклянном, в коморке небольшой, Солдатик оловянный с открытою душой. Из выплавки недавно он жил, не зная бед, И ясными глазами смотрел на белый свет. Ему необычайным казалось все вокруг, И книжный шкаф, и чайник, и абажур округ. Квадратик неба синий, и птицы над крыльцом, И кукла-балерина с фарфоровым лицом. Но приключилось горе в игрушечной стране, Король с огнем повздорил, а значит быть в войне. Огонь, пылая жаром, бесился и трещал, Ужаснейшим пожаром он жителей стращал. Министры заседали сто восемьдесят дней, И долго рассуждали о мире и войне. И в позднем беспокойстве решили меж собой Игрушечное войско послать в неравный бой. Солдата подхватила нежданная война, И с ног внезапно сбила горячая волна, И ничего не слыша, растерянно в речон, Игрушечным ружьишком махал слепую он. Хоть страшно и хоть странно, В приказе есть печать, Солдатам оловянным не велено кричать, Как глупые расспросы, хоть лей, хоть не лей, Игрушечные слезы, вода для королей. Но олово съедает прожорливый огонь, И в страшных муках тая уже не слышал он. Как к облакам летела, покинув чуть дыша, Игрушечное тело, бессмертная душа. Горячими слезами обрушивалась ввысь, Плыла перед глазами коротенькая жизнь. Квадратик неба синий в оконном далеке, И ножка балерины фаянсовом чулке. От пламени уходит ни ночи, ни днем, И так же счеты сводят министры с королем, И фабрики игрушек под шепот под лицом, Готовят в жертву лучших и золова бойцов. Ах, если бы почаще учили королей, Что нет ненастоящих игрушечных людей, Быть может, пели птицы и не было б беды, И все могло решиться одним ведром воды.